Добрый день! Сегодня поговорим о мастер пираморфиксе. Это вот такая вот на вид пирамидка, которая не совсем похожа на обычный пираминкс, по размеру чуть больше, имеет также четыре цвета, и название мастер пираморфикс очень часто, по крайней мере раньше, называли мастер морфикс. Они по факту являются одинаковыми в сборке, но форма немножко отличается. Здесь правильная пирамида, а здесь она такая закругленная. Мастер морфикс стал гораздо популярнее, именно на его основе были созданы более крупные модели, в том числе мастер морфикс 10х10. А мастер пираморфикс, хоть его имя и живет, но выше 3х3 не поднялся. Но зато у него есть младший брат, пираморфикс 2х2. Я перед записью видео специально какое-то время провел в поисках в интернете, можно ли сейчас купить мастер пираморфикс оригинальный. Нашел какое-то одно место и не уверен, что на работе там за 750 рублей продавалось. Но это никакой не популярный сайт, возможно он уже давно устарел. Также очень мало видео про мастер пираморфикс на ютубе, да и обучающего материала я тоже не нашел. Производство компании YJ. Я нашел упоминание в 2015 году про эту головоломку. Тогда еще YJ вместе с мою были, потом уже разделились. И оказалось, что это старая и весьма загадочная головоломка, несмотря на то, что всякие любители называли мастер морфикс именно мастер пираморфиксом. Но сейчас уже гораздо реже мастер морфикс называют другим именем, и это хорошо. Что же такое оригинальный мастер пираморфикс? Ну естественно это шейп-мод кубика рубика 3х3 в виде тетраэдра. Так же как и мастер морфикс. Собираются они естественно одинаково. А мой видим уже пожелтел от времени. Я не очень помню откуда он у меня взялся. Коробочки я не нашел, да и не искал. Здесь местами он пожелтел. Я вообще начал просматривать интернет, чтобы найти хорошую фотографию без желтизны. Но не нашел, поэтому на превью будет именно моя версия. Можно перемешивать без изменения формы. Собирать по упрощенной схеме. Но интереснее форму менять. И собирать полноценно как 3х3, но с некоторыми своими особенностями. Те кто умеет собирать в мастер морфикс, увидят здесь все знакомое. Можно применять все продвинутые методы для мастер морфикс. Здесь мы сейчас просто соберем этот раритет. Примерно в таком состоянии можно обнаружить мастер пироморфикс. Белого цвета здесь нет, кроме цвета пластика. Кстати, насколько я понял, только в белом пластике выпускалась такая головоломка. Обычный пироморфикс можно найти и в цветном, и с наклейками. Давайте берем. Начнем с центра. Они здесь вот такие вот двухцветные. Ну, как и на мастер морфиксе, вот это центры. К центру подходят 4 ребра одноцветные в виде трапеции. А вот это уголки. 2 трехцветных и 2 одноцветных. Здесь все то же самое. А вот синий-красный центр. Вот эти трапеции. Это ребра. Значит, ну с красной и синим особо не сочетается. Нужно синий к синему подвести. Интуитивно подводим так, чтобы цвет и форма совпадало. Далее красный. Здесь стоит хорошо, а это надо развернуть. Ну, нехитрым способом. Отводим, поворачиваем вверх. И подводим. Ну, тут уже другой был. Есть и ребра некоторые одинаковые, поэтому сборка иногда проще. Ну, надо разворачивать центры. Так, синий нужен. Вот это крест на мастер-пираморфиксе. Но он пока еще неправильный. Нужно совместить с центрами. Эти центры не имеют синего цвета. А эти имеют. Тут все подходит. Здесь центр нужно развернуть. Поднимаем. Отводим в сторону. Подворачиваем с синей стороной. Видимо, вот этой. И получается уже ровно. Здесь хорошо. Вот с этой стороны. Ну, правила из мастер-морфикса. Подробные обучающие видео на канале есть. А если форма совпадает, то развернуть центр нужно на 180 градусов. То есть поднимаем вверх. Отводим ребро в сторону. И разворачиваем на 180. На это сразу подойдет. Если форма не совпадала, то поворачивать надо на 90 градусов. То есть на один поворот. Так. Ну, здесь вот видим такую готовую пару, которую можно поставить вот сюда. Ребро и одноцветный уголок. Так. Что интересно, элементы центра и ребра не пожелтили, а вот этот уголок с этим ребром пожелтел. Не знаю, чем оно так вызвано. Но время все-таки суровая штука. Дальше. Красный. Вот есть красная пара. Можно ее целиком поставить. Ну, либо по отдельности. Далее. Трехцветные уголки. Здесь должен быть синий-красно-желтый. Синий-красно-желтый. Это вот такой. Ну, любым способом его сюда устанавливаем. И сюда желтое ребро. Вот здесь. Ну, если форма не подходит, значит, так оно быть и должно. То есть, отсюда сразу оно будет подходить. Используем стандартный алгоритм. Используем метод для начинающих. Но если вы владеете не моим методом, то не используйте ромашки-лесенки, иначе все у вас тут перевернется, развернется. Будет плохо. Так. И сюда нужен красно-зелено-синий угол. Вот такой. И его, наверное, пиф-пафу можно поставить. Поскольку здесь есть одинаковые ребра, мы видим, что вот это вот стоит не на своем месте. Надо бы его разворачивать. Но вместо него можно поставить точно такой же, который находится сверху. Да, и поэтому ситуация, когда нужно ребро доставать, вовсе не обязательно. Ну, то есть, не обязательно ее решать традиционными способами. Отводим сюда, чтобы форма не совпадала. И отсюда просто ставим. Далее, как и в мастер-морфиксе, здесь стоит отойти от метода для начинающих кубика 3х3 и собрать немножко по-другому. Да, сейчас мы видим, все ребра по цветам совпадают, а по форме нет. Ну, этап перестановки, значит, пропущен. И можем сразу ориентировать. То есть, это получилась палка. Делаем палку. После чего мы видим, что ребра как-то поменялись. Сейчас хотя бы одну поставлю. Но их нужно переставить. Да, и перестановка требуется по часовой стрелке. Значит, нужно сделать левую рыбку, как и в мастер-морфиксе. Слегка разъезжается. Ну, как-то скучно. Сразу все собралось. Но должны были только ребра. Давайте немножко я сломаю. Вот я разрушил верхний слой. Заново соберем ребра. Хотя кажется, что и форма-то неплохая. Такой центр развернуть. Но цвета все же не те. Сейчас видим, что вот зеленый с зеленым. По цвету совпадает. Желтый с желтым совпадает. А эти нет. Значит, сначала нужно переставить. И здесь полезна будет какая перестановка. Ну, видимо, по часовой стрелке опять. То есть зеленый должен пойти сюда, а желтый на остальные места. То есть опять нужно сделать левую рыбку. Так. После чего смотрим. По форме спали вот эти два ребра. А эти два нет. То есть это галка. Так. Ну и вновь переставить. Также можно, конечно, сначала убедиться в ориентации. И потом уже только переставлять. Но мне кажется, так дольше. Хотя такой способ тоже возможен. Переставляем против часовой стрелки. Это обычная рыбка. Получается, мы расставили ребра по местам. И в правильной ориентации. Теперь нужно переставить углы. Но углы у нас опять стоят на своих местах. Да. Но если бы не стояли, то мы используем алгоритм. Обычный с кубиками 3х3. А желтый к себе. Такой вот. И три угла переставляются. Здесь же осталось только развернуть. Да. Ну и вместо желтого здесь была бы зелено-желтая. Такая грань. Фигурная. Остается развернуть. Развернуть нужно два угла. Вот эти два стоят на своих местах. Их ориентация не важна, так как они симметричные. Зеленый и желтый. Но если нам не хватит пиф-паф на этих углах, то значит мы будем крутить их. Одноцветные. Располагаем. Чтобы делать пиф-паф. Делаем два пиф-паф, потом смотрим. Первый пиф-паф, уголок не развернулся. Не первый, а первая пара. Делаем еще два. Ну, уголок встал как надо. На его место подворачиваем. Следующий. Делаем еще два. И видим, что уголок не стал как надо, а форма мастер-морфикса уже правильная. Если мы сделаем еще два пиф-пафа, первый, второй, то уголок станет хорошо, и можно будет довернуть левую грань. Но тут все размешано. А значит, не перехватывая, мы должны поставить на то же место какой-нибудь одноцветный. И докрутить пиф-пафы до тех пор, пока форма восстановится. Видимо, еще четыре раза. Два. Три. Четыре. Ну и так же, как на мастер-морфиксе, здесь возможность ситуации, где требуется развернуть только один угол, и решается она аналогично. Разворачиваем уголок, а оставшийся пиф-паф крутим на одноцветном. Вот такая вот нехитрая, раритетная головоломка, которая, скорее всего, уже просто коллекционная. Пишите в комментариях, у кого такая есть. Быть может, видели, что где-то продается. Возможно, какие-то неоригинальные. Не у YG уже. Потому что вот это вот тоже от YG, и это мастер-морфикс. И, по моему мнению, самый лучший пока на рынке. Такую вот пирамидальную версию я в продаже не видел. Ну, в популярных местах. Время, конечно, его не пожалела, мастер-пираморфикс. Но он живет, он крутится, и изредка можно пособирать. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.